День добрый, сегодня едем к Госбону Леониду. Это известный политик. Почему к политику? Потому что интересная ситуация, которая складывается в обществе, в политике. И, несомненно, политика влияет на экономику, на ожидания экономические. Если вам видео это понравится, то ставьте что? Лайк. Линдий Яковлевич, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете текущую ситуацию в обществе, когда есть такое ожесточение по многим вопросам? И по кто изобрел автомат Калашникова, казалось бы, и по каким-то барельефам, и по всем, по всем, какой-то дикий жестокость? Ну, вы знаете, когда у человека что-то болит, то любое прикосновение к нему, любое движение вызывает боль в этой точке. То, что происходит в нашем обществе сейчас, оно находится в очень тяжелом состоянии, потому что понятно, что это заканчивается эпоха. Понятно, что впереди какие-то очень серьезные изменения. Ну, и поэтому на любой раздражитель реакция такая гиперактивная. А какие изменения намекаете? Вот политолог Соловей говорит, что будет новая версия Путина после выборов. Какие-то реформы? Вы знаете, я не обладаю инициаторской информацией и не хочу гадать, но по состоянию нынешнего общества, вот, понимаете, вне зависимости от того, что хочет Путин, что хочет кто-то еще и так далее, просто само состояние нынешнего общества, такое, какое оно есть, оно позволяет сделать некоторые прогнозы и достаточно тревожные. Ну, вот что из параметров сегодняшних важно для будущего, для прогностической силы на будущее? Первое, это отрицательный рейтинг президента, то есть отрицательная база рейтинга президента. Значит, рейтинг высокий, но он высокий за счет тех людей, не за счет тех людей, которые считают, что он сделает хорошо, а за счет тех людей, которые считают, что без него будет еще хуже. Это означает, что если появится кто-то, кому поверит, что он может сделать лучше, то этот человек фактически обречен на успех. Система, которая, сегодняшняя система, которая так гордится стабильностью, и считает стабильностью с главным своим достижением и главной ценностью, на самом деле не может жить без кризисов. Потому что, вот смотрите, президенту надо, чтобы за него на самом деле проголосовали, по крайней мере в столицах. Вот что бывает, когда столица не голосует, а ей дают эффективные результаты, ну, видно было по 2011-2012 годам, да? Значит, ему нужно, чтобы люди пришли проголосовать. Но его база, его электорат, голосовать не мотивирован, потому что, ну, результат предрешен, и так все ясно, жизнь, в общем, ухудшается, и так далее. Значит, им нужно сплочение вокруг вождя, да? А сплочение вокруг вождя – это война. Вот система не может без войны. И мы ведем две войны сегодня на Донбассе и в Сирии. Не ради защиты безопасности граждан, не ради защиты целостности государства и так далее. А мы ведем эти войны ради внутриполитической стабильности. Власть, в общем, готова применять силу. Президент сказал, что он не допустит цветных революций. Что такое цветная революция? Видимо, он что-то знает, чего, так сказать, не знаем мы с вами. Цветная революция – это такой не политический, а скорее моральный протест большого числа людей, которые понимают, что так жить нельзя. И поэтому она объединяет людей самых разных политических направлений. Подавить ее можно только силой. Когда президент говорит, что он не допустит цветной революции ни у нас, ни в ВДКБ, странах ВДКБ, то это означает, что он готов применять силу. Национальная гвардия была сделана не для парадов, а для серьезной работы. Реформы, которые, в общем-то, нужны в стране, они не будут проведены, с моей точки зрения, по той простой причине, что любое движение в разумном направлении, в направлении конкуренции, больше открытости и так далее, оно бьет по интересам как раз тех людей, которые составляют верхних 5-10 тысяч Владимира Владимировича Путина. Ну, потому что, ну да, нужна конкуренция в бизнесе, нужно отделение бизнеса от власти. А вы спросите, а Сечин, что по этому поводу думает? Ну, наверное, он думает как-то теоретически, наверное, так же, а практически все-таки, наверное, не так. Ну и так далее. Поэтому мне кажется, что, в общем, у нас впереди большие потрясения, большие перемены. И последний вопрос, заключительный. А скажите, а возможен, как бы, развал России? Вот многие, говорят, считают, что общество наше, вне страны, однородное и не развалится. А СССР было разнородное, поэтому развалилось. Вы знаете, я боюсь, что это возможный сценарий. А может, неправильно говорить, боюсь, может быть, это как раз хороший сценарий, я не знаю. Но, во-первых, у нас есть очень разнородные зоны. У нас есть Северный Кавказ, который, конечно, не является, так сказать, базовой Россией, которые являются, ну, это какая-то покоренная территория, там, вассальная территория, союзная территория, какие хотите, но, конечно, это не Россия в ее, так сказать, первозданном виде. У нас есть Поволжские территории, Поволжские республики, которые, в общем, довольно сильно отличаются от остальных. Ну, а самое главное, понимаете, конечно, общий язык, общая идентификация, это очень важно, на самом деле. Это фактор за целостность. Но есть и факторы против целостности. Понимаете, допустим, из Владивостока значительно проще и дешевле долететь до Токио, или до каких-то китайских городов, или южнокорейских, чем до Москвы. Огромное количество часовых поясов, вот Калининград, там, и так далее, и так далее. То есть, есть объективные центробежные стремления. Ну, а такая, как бы, неразумная, как мне кажется, политика с поддержкой сепаратистов в разных странах, она, естественно, подогревает сепаратистов здесь у нас сейчас. Вот. Поэтому я бы не исключал этого сценария. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо, да. Спасибо.